Эфир своего ТВ продолжает программа Ока Государева. Совместный проект телеканала и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Александра Бакалюк. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Об этом немного позже, а пока узнаем самые свежие новости прокуратуры Ставропольского края. Прокуратура Кировского района провела проверку в части надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В результате в незаконной деятельности был уличен индивидуальный предприниматель в Новопавловске. Мужчина осуществлял выдачу денежных средств под залог, зачастую ювелирных изделий или другого имущества. Свою деятельность он осуществлял в нежилом помещении города. Прокуратура района возбудила административное дело по статье «Осуществление профессиональной деятельности по представлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление». Виновному назначено доказание в виде штрафа. Прокуратурой Новоселецкого района в местных электрических сетях филиала ПАО МРСК Северного Кавказа Ставрополинерго проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что в нарушении федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации обращение жителя села Китаевского в установленном законном порядке не зарегистрировано. Объективное и всестороннее рассмотрение обращения не обеспечено, срок рассмотрения обращения не продлялся. В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении начальника электрических сетей внесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». По результатам его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Прокуратурой Ипатовского района проведена проверка по факту образования несанкционных свалок на территории города Ипатова. Установлено, что на территории города имеются несанкционированные места складирования бытовых, строительных и иных отходов. Кроме того, в нарушении требований санитарных правил содержания территории населенных мест в селе Лиман Ипатовского городского округа на земельном участке выявлена стихийная свалка. На территории несанкционированных свалок зафиксированы транспортные средства и сброс отходов, что свидетельствует о бесконтрольном ввозе коммунальных отходов и беспрепятственном проезде на указанную территорию. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района начальнику управления по работе с территориями администрации внесено представление. Редактор субтитров А.Семкин Возвращаемся в студию программы ОКО Государевой. Как я уже сказала, в самом начале сегодня в поле зрения у нас тема улучшения жилищных условий, а также постановка граждан на учет нуждающихся в их улучшении. Об этом подробно сегодня со Светланой Павловной Козыревой, заместителем прокурора города Ставрополя. Здравствуйте, Светлана Павловна. Светлана Козырева, заместитель прокурора города Ставрополя, советник юстиции. Окончила Ставропольский институт имени Чурсина. В органах прокуратуры работает с 1996 года. Занимала должности секретаря машинистки Буденновской межрайонной прокуратуры. С октября 2004 года помощника и старшего помощника Буденновского межрайонного прокурора. С августа 2010 года помощника и старшего помощника прокурора Октябрьского района города Ставрополя. С июля 2013 года старшего помощника прокурора города Ставрополя. С октября 2016 года в занимаемой должности. Ну что ж, если я не ошибаюсь, то жилищным кодексом предусмотрено 4 случая, когда предоставляется жилье нуждающимся. Вот какие это случаи, какие это поправки, статьи и так далее. Расскажите нам, пожалуйста, об этом поподробнее. Да, действительно, жилищным кодексом Российской Федерации определены 4 основания для признания граждан нуждаемся в улучшении жилищных условий. Это когда граждане не являются нанимателями жилых помещений и не имеют собственности жилых помещений и не являются членами семьи собственника жилого помещения либо нанимателя жилого помещения. Второе основание – это когда граждане являются нанимателями жилых помещений либо членами семьи такого нанимателя или членами семьи собственника жилого помещения или собственником жилого помещения, при этом обеспечены учетной нормой площади жилого помещения на территории муниципального образования менее учетная норма. В городе Ставрополь, к примеру, такая учетная норма составляет 12 квадратных метров на одного человека. В других муниципальных образованиях она может быть установлена в ином размере. Когда граждане проживают в жилых помещениях, которые непригодны для проживания, к примеру, жилое помещение гражданина признано ветхим и аварийным подлежащим сносу или непригодным для проживания инвалида. И еще один такой случай, он не очень распространен, но когда в одной квартире проживают несколько семей, и в одной из семей имеется член семьи, который страдает тяжелой формой хронического заболевания, и согласно медицинским показаниям, проживание таких семей в одной квартире невозможно. При этом учет площади жилых помещений определяется, исходя из суммарной площади всех жилых помещений, которые занимают граждане, претендующие на быть признанными нуждающимся в улучшении жилищных условий. Зачастую вот такие люди, которые нуждаются в жилье, вот они его получают, они, возможно, в некоторых случаях, въезжают в это жилье не со своими кровными родственниками. И вот тут возникает вопрос, кто вообще имеет право жить в этих квартирах, возможно, в домах, и вот какие тут тонкости? Ну, здесь, в принципе, вселиться в жилое помещение имеет право любое лицо, если оно вселено в жилое помещение его собственником и нанимателем жилого помещения. Но, когда рассматривается вопрос органам местного самоуправления по признанию граждан нуждающимся в жилых помещениях, статьей 31 ЖК РФ определены категории граждан, которые принимаются во внимание. К членам семьи собственника либо нанимателя жилого помещения относятся родители данного собственника, нанимателя, дети, а также супруг и супруги. При этом законные, да. При этом брак супругов должен быть зарегистрирован в органах ЗАГСа. Иные лица и нетрудоспособные члены семьи, либо там иные лица в исключительных случаях могут быть признаны членами семьи такого собственника либо нанимателя жилого помещения с судом. Угу. Вот когда мы говорим о предоставлении, да, жилья, нуждающимся в жиле, ведь эта речь может зайти и о нацпроектах, да, нашего государства, каких-то программах государственных, та же самая поддержка молодых семей. Ну, грубо говоря, существует много подпрограмм. Вот где, вот тут, вот какие тонкости, они должны быть предусмотрены в предоставлении вот таким категориям граждан жилья? Да, действительно, государство оказывает поддержку нуждающимся в улучшении жилищных условий молодым семьям. И по условиям программы в данном случае предоставляется не жилое помещение, а социальная выплата, субсидия на приобретение жилого помещения. При этом участникам этой программы могут быть молодые семьи. Возраст каждого из супругов, которых в том году, в котором предполагается выплата, не должен превышать 35 лет. Эти молодые семьи должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе, а также иметь собственные доходы, чтобы оплатить стоимость жилого помещения свыше той суммы, которую им предоставляет государство в виде социальной выплаты. При этом отмечу, что в данном случае для признания таких молодых семей нуждающимся в улучшении жилищных условий, есть нюанс. Здесь рассматриваются в качестве членов семьи только члены молодой семьи. Родители, там занимаемые и имеющиеся у родителей в собственности жилые помещения, не рассматриваются. Какие категории граждан вообще могут состоять на учете нуждающихся в жилье? И как вообще ведется этот учет? Согласно нормам жилищного кодекса, на учете граждан, признанных нуждающими в улучшении жилищных условий, могут претендовать не все граждане, а только те граждане, которые определены в статье 49 жилищного кодекса. Это малоимущие граждане, которые признаны таковым органом местного самоуправления. Это иные категории граждан, определенные указом президента, федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации. К ним можно отнести инвалидов, семьи, имеющие детей инвалидов, многодетные, малоимущие. Малоимущие, я скажу, это отдельная категория. Все эти категории граждан становятся на единый учет органам местного самоуправления. И, соответственно, исходя из желания самих граждан, они включаются еще и по другим основаниям в списке граждан, нуждающихся в получении жилищных условий. Если вдруг, будем рассматривать семью, муж и жена, допустим, нуждающиеся в жиле, они его получили. Но что происходит, если вдруг между ними произошел развод? Были разорваны эти семейные отношения, но получали они жилье совместно. Это когда вы имеете в виду, уже получили жилье или состоят еще на учете в качестве нуждающихся? Нет, уже получили и когда уже развелись. Когда, если они развелись, если получили жилье, то в данном случае человек может претендовать на постановки на учет в качестве нуждающихся в жилищных условиях, если он за предыдущие пять лет не предпринял намеренных действий по ухудшению жилищных условий. К примеру, если семья получила жилье, они развелись по социальным нормам, они были обеспечены на момент развода жилым помещением. Совместным причем? Совместным, да. То есть они разделили имущество и в итоге получается, если какой-то из членов семьи остался обеспеченным менее учетной нормой, то, соответственно, вправе он претендовать только по истечению пяти лет. И последний вопрос. Как вообще встать на учет и что для этого нужно? Вот если, допустим, нашу программу будут смотреть категории граждан, которые могли бы встать на учет, вот что для этого нужно? Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления непосредственно, либо в многофункциональный центр, он имеется в каждом населенном пункте, с заявлением, с приложением документов, подтверждающих нуждаемость в жилом помещении, в том числе не ухудшение таких условий за пять лет. Часть документов закон возлагает обязанность представлять заявителем, это копия паспорта, документы из органов ЗАГСа о перемене имени, о браке, о разводе. То есть те документы... Перечень можно посмотреть. Да, перечень можно в административном регламенте посмотреть. Расписка выдается при приеме документов с указанием тех документов, которые представил заявитель, и, соответственно, с указанием перечня тех документов, которые орган местного самоуправления, либо МФЦ, будет запрашивать по межведомственным запросам. Срок рассмотрения заявления со всеми документами, представление у которых возложено заявителя, составляет 30 рабочих дней. Если документы подаются через многофункциональный центр, то, соответственно, срок увеличивается на время передачи документов из МФЦ в орган местного самоуправления. При этом документы в МФЦ можно подать не по месту жительства. Формируется комплексный запрос, который направляется в тот орган местного самоуправления, который полномочен рассмотреть заявление соответствующего гражданина. Что ж, Светлана Павловна, спасибо вам большое за такую подробную и, понятно, доступную для наших телезрителей беседу. Спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Ну, а напоследок я напоминаю нашим телезрителям о том, что если у вас есть проблема, которую бы могла решить прокуратура региона, можно прямо сейчас зайти на сайт ведомства, там есть интернет-приемная. Ну, и, конечно, есть личная возможность встретиться с сотрудниками прокуратуры. По тому же адресу он не изменен. Курат Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 9-1. В студии была Александра Бакалюк. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин